Мы сейчас находимся с вами в центре Москвы, и здесь, собственно, одной из частей Садового кольца является вот эта вот Большая Садовая улица. Мы с вами находимся сейчас на Садовом кольце. И вот эта небольшая улица, которая является частью Садового кольца, проходит в Перском и Пресненском районах от Садовой Кудринской улицы, которая тоже, собственно, является частью Садового кольца, а уже за ней следует далее. Далее от Малой Бровной и улицы Красина, то есть от пересечения улицы Красина, Малой Бровной и, соответственно, Садово-Кудринской улицы, и до Преупальней площади, которая разделяет Тверскую улицу и, соответственно, Первую Тверскую и Емскую. Ну и вот, соответственно, связывает Садовое кольцо с Тверскими улицами. А там есть движение, здесь проходит по пяти полосам в ту и в другую сторону, то есть по пять полос в каждом направлении, и рядом находится станция метро Малой Бровной, как раз на Преупальней площади, то есть в конце этой улицы. Возникла улица в 1816 году, после того, как снесли последние остатки земляного вала, который был границей Москвы долгое время. И тогда здесь посадили на снесенных остатках земляного вала сады, развили сады и, собственно, проложили вот здесь вот эту вот мощенную булыжником дороги, которые постепенно преобразовались в Садовое кольцо, частью которой является вот эта улица. Ну, обычно на Садовом кольце, так сказать, есть бульвары, то есть улицы, которые составляют Садовое кольцо, называются бульварами, но некоторые все-таки части называются улицами. Ну, по сути, это, в общем-то, одно и то. То есть и бульвары, и улицы здесь значения не имеют никакого смыслового и существенного значения. Вообще в 16-18 веках, еще до того, как постигла вот эта улица и Садовое кольцо, здесь были пашни и бщиков Тверской Слободы, которые, собственно, осуществляли перевозку людей, грузов по Тверской улице, дальше туда в Тверь и обратно в Москву, а еще были огороды на воде еще монастыря, которые как раз находились на месте сада Аквариум. В 18 веке здесь возникли загородные дворы знати, ну, понятно, было ближайшее Подмосковье, трудно сейчас в это поверить, но еще до начала 19 века эти земли были в Подмосковье, ну, в ближайшем, но все-таки. И тут были такие загородные резиденции, имения там, да, усадьба, знати у богатых людей того времени. Ну, как сейчас, примерно, как вот Рублевка, там, ближайшая Подмосковье, там, Новая Рига, да, но тогда вот были Садовое кольцо. Ну, а, соответственно, уже в 19, особенно в конце 19, начале 20 века построили, начали строить уже здесь многоэтажные дома, и застройка продолжилась в советское время. В советское время улица была расширена, и, собственно, вся левая сторона почти застроена домами советского времени. Ну, и на правой стороне тоже дома под номерами 8 и 14, они тоже построены в советское время. Ну, в постсоветское время здесь, в общем, мало строили, в основном, так сказать, сады Пекина, многофункциональный комплекс, но он уже находится внутри квартала, то есть его проезжей части не видно, это надо показать. Ближе к концу улицы за домом номер 5, за гостиницу Пекин, если точнее. Вот. Кстати, улица названа большая, именно потому, что она в свое время была очень широкая. То есть, в большая смысле по ширине. На самом деле, ширина ее 61 метр, но действительно, она достаточно широкая, но в то же время она среди других частей Садового кольца не выделяет. То есть, если взять на Минский бульвар, взять, допустим, там, любой другой, там, там, Маленскую площадь или какие-нибудь другие части Садового кольца, Садового кольца, Садового кольца, Садового кольца, Садового кольца, Садового кольца, Садово-Чернодрянская улица, она абсолютно такая. То есть, вот, поэтому, в данном случае название, конечно, не очень соответствует, тем более, что улица довольно-таки короткая, на самом деле. Вот. Ну, так уж повелось, опять, историческая назовая. Ну, собственно, улица, и здесь есть и жилые дома, и социальные организации, вот, хотя их и мало, офисные здания, ну, то есть, военный университет, то есть, такая улица многофункциональная, можно сказать. Открывается она, с левой стороны, 8 этажа, жилый дом под номером 1, в 1929 году постройки, в стиле Сталиско-Лампира. А с левой стороны идет бизнес-центр, Большая Садовая, 2, дробь 46, ну, то есть, соответственно, по Большой Садового дом 2, а по Малой Бронной, ну, в Малой Бронной находится дом 46. И такие этажные здания. Затем, ну, а также там еще и офисное идет здание под номером 4. Ну, когда-то это был жилой дом, это был особняк Федора Шехеля, архитектора знаменитого, в 1910 году постройки. Вот, он состоит как бы из двух частей, одноэтажной части с аркой и двухэтажной части, собственно, самого жилого дома, вот, с колонным портиком. Вот там жил Шехель, потом Большевики, когда пришли в классе, в 17-м году выселили его с семьей, он потом скитался, снял много квартир, потом умер от рака желудка в скором времени. То есть, он очень переживал, конечно, практически ни одного творения уже после революции он не создал. Вот, ну, сам преподавательской работой занимался, вот, хотя и не эмигрировал. Вот, ну, и потом здесь были коммуналки, ну, в 90-е годы вообще были бездомные, часто жили, в доме был разор, ну, а потом дом отреставрировали, по-моему, фирма «Стратегия» была, ну, в общем, какая-то компания коммерческая, ну, и в результате часто это офисное здание. А за ним следует семиэтажный жилой дом, под номером 6, в 2014 году постройки, с театром «Мост», это московский открытый студенческий театр. За этим театром идет аллея архитектора Шертеля, ну, понятно, она в честь того, что рядом в особняке жил Федор Шертель, построил его по своему проекту и там жил. А затем идут торговые здания, торговые, такой, ну, ряд небольшой, так можно сказать, торговые ряды, хотя больше на здание похоже, двухэтажное, под номером 6, строение 2. Когда-то здесь была на месте вот этих вот торговых зданий небольшого церковь Святого Ермолая на Козинке, а за ней вот шло кладбище, церковную погость. Ну, сейчас там находится сквер за этим зданием. Поэтому Ермолайский переулок по церкви Святого Ермолая как раз вот неподалеку там проходит параллельно вот этой большой садовой улице. Ну, за сквером идет Большой Казийский переулок, церковь на Козинке, местных, да. И далее, соответственно, а с левой стороны идет напротив Большой, дальше такой тоже еще один большой жилой дом, ну, второй был первый, а теперь под номером третьим. Тоже пристроение 1, 1339 года постройки, в стиле Сталиск-Вампира. Ну, а в глубине квартала находится офисное двухэтажное здание с мезонином, еще на Уфте снизу тут органических полупродуктов и красителей, которые работают с 1191 года. Офисное одноэтажное здание, потом еще одно офисное, одноэтажное здание, два офисных, но, правда, находятся в нескольких разных местах, но во близости. И два пятиэтажных жилых дома, под номером три строения 7, от 1932 года постройки, и под номером три строения 10, ну, тоже где-то или конца 19-го, или начала 20-го века. Вот. И также еще одно офисное здание, двухэтажное, но это бывшее здание детского сада. Далее у нас с правой стороны уже за Казницким переулком находится семиэтажный многофункциональный центр под номером 8 строения 1, в 1951 году постройки. Еще недавно там был клуб B2, но сейчас вроде как здание переделывают под гостиницу. И далее следует пятиэтажный жилой дом под номером 103-го года постройки. Это бывшие доходы дом купца Пегита. Купца Ивана Пегита. Еще его называли Булгавский дом. Построен в стиле модерн, обращательный себе анимальный растительный орнамент, лепнина, майориковый фриз, закругленные эркеры, балконы. Ну, и очень красиво находлено. Тут до революции 17-го года строились творческие печи, вечера. А в советское время было много известных людей. В советское время сделали коммуналки. Ну, как часто бывает, квартиры уплотнили, помещения. Вот. И дом известен тем, почему называется еще Булгаковский, потому что это был первый московский адрес знаменитого писателя Михаила Булгакова, который сюда приехал, в Москву, поселился здесь и жил с 1921 по 1924 год. Поэтому здесь находится музей Михаила Булгакова, собственно, в его квартире и культурно-постередельческий центр Булгаковский дом. Ну, собственно, билеты в музей стоят 150 рублей. Что касается, так сказать, уже театра, то там, конечно, намного дороже. От 800 до 2500 рублей стоит билеты на разные спектакли. Ну, кроме того, тут проводятся всякие там пешеходные экскурсии, всякие, так сказать, прогулки, вот, так сказать, беседы, конференции, то есть разные встречи. Много, так сказать, ведет такую широкую деятельность. Ночью музеи тоже здесь же проводятся в этом доме, любят проводить много всего. Так что тоже такое интересное место. А за этим Булгаковским домом идет здание военного университета. Ну, собственно, оно идет по доме 14, и там несколько корпусов, много строений, вплоть туда, дальше до Благовещенского и между Благовещенским, Рамалайским переулками и вот как раз Большой Садовкой. Там, в глубине квартала, находится, то есть сюда выходит только вот такой морский главный корпус, да, вот этот четырехкэтажный стиль конструктивизма. А там дальше идет много корпусов. Еще в свое время это было до советского времени комиссаров и технического училища. Ну, комиссаров он спас Александра Третьего, императора от смерти. Вот, и в честь него назвали вот это училище, которое было вскоре основано. Вот. Ну, а с 1119 года здесь была военно-политическая академия Ленина. Ну, и по со временем, уже по советской времени, теперь называется военный университет. Ну, вот это главное здание. Собственно, оно, да, вот именно стиль конструктивизм, много остеклений. И в 1934 году оно было построено по проекту «Никвартир» Алексея Щусева. Довольно интересное здание. Ну, и другие здания там, они разные. Есть старые, есть новые здания в клубне квартала. Вот, есть еще традиционные сохранились, а есть, соответственно, уже и новые. И заканчивает эту улицу с левой стороны гостиницы «Пекин» поднажем опять в 1936 году постройки. Вот. Ну, понятно, почему Пекин, потому что к нему советская китайская дружба, тем более, когда там как раз победила китайская революция, и была создана Китайская Народная Республика совсем недавно, и вот здесь эту дружбу назвали и эту гостиницу. Ну, сейчас там много офисов, разных артистов, интересного «Голобая башня» с часами и шпилем. Ну, все это было реставлено до 50-х годов. А вот за этим гостиницей как раз находится новый функциональный центр «Сады Пекина» под номером 5. Это два 12-этажных дома, ну, в самом жилых, там апартаменты. Ну, и шестиэтажный, альбестративный двойной корпус, который выходит на улицу Гаршика. Вот. Это бывшая школа, когда-то находилась на этой территории. Ну, потому что школу снесли, построили вот этот комплекс, три здания «Сады Пекина», воткнули там в глубину квартала. Ну, хотя частично вот это одно из зданий выходит конкретно на улицу Гаршика, но все здания чистятся по как раз и Большой Садовой улице. Ну, вот и все. А дальше уже идет панифальная. Что касается правой стороны, то ее заканчивается аквариум. Вот. Это бывший был вывеселительный театр. Потом, до XIX века, земли вообще были в Новодевичьем монастырье, тут были огороды монастырские. Но в 1880 году тут был механический завод в Малкиеле, с литейными цехами. И вот в 1891 году, собственно, начинается история сада. Тут была устроена выставка технических новинок, установлены всякие торговые лавки, бассейны, эстрады, кроты, всякие такие дорожки, вот, ну, увеселительные всякие такие штучки. И потихонечку Сад стал развиваться. Потом антрепренер Ленковский создал вот сад, который назвал Чикаго, а мест цехов взял театр, построен. Потом стали показывать уже не только спектакли, но и кинофильмы. Вот, действительно, в саду был аквариум. Это, ну, конечно, не тот, который мы представляем, там, аквариум с рыбками, да? Нет, ну, это такая искусственная речка была с мостиком, ну, как бы, в виде аквариума, где там плавли, может, действительно, рыбки. Вот, ну, что-то такое. Ну, искусственная речка. На самом деле, там речень какой-то протекала никогда, наверное, но вот, искусственная сделала. Ну, то есть, это все, так сказать, вот, так, что публика развлекалась. Был каток, заливался, летний театр сейчас делали. То есть, он построил такой стационарный театр, да? Ну, вот он для зимы, ну, и летний, чтобы настроенно воду тоже не развлекать. Вот, работал рестораном под куполом. Вот, в 3030-е годы его, так сказать, осовременили, делали ограду. В 1959 году построили новый театр имени Моссовета, который, собственно говоря, здание, вот, сохранил до нашего времени. То есть, тот театр, у него бомбу попал во время Великой Отечественной войны. И его пришлось снести, тот, который еще построил антрепренер Ленковский. Ну, а вот этот вот новый театр Моссоветом до сих пор стоит. Ну, и вообще, потихонечку советского дня в 50-е, 60-е годы снесли все старые строения. Так что, с тех пор ничего не осталось. С конца 19-го, с первой половины 20-го века, все снесли. Вот, все старые здания, летний театр снесли. Ну, вот, с 1975 года постоянно этот сад переделывают, перекраивают, уходят до настоящего времени, почти каждый год там что-то все любят. Ну, в общем, этот сад не исключение. В 1998 году был открыт ресторан Starlight, то есть, звездный свет, как бы свет звезд. Вот, но сейчас вроде как он не работает, с недавно, довольно долго он работал, но сейчас, лет 20-го, да, но сейчас вроде как закрылся. Ну, что сейчас там находится? Там, в этом парке находится водно-ландшафтная композиция река времени с фонтанами, ротонды с культурой, источник. Дуб находится с камнем под этим дубом, где написано «Древо российской культуры». Ну, естественно, театр, вот это имени Моссовета. Ну, цены билетов там достаточно небольшие, от 350 до 2500 рублей, но это уж на самые крутые места, на самые береги. Вот, работает театр с 1923-го года, в принципе, но в этом зале, как я сказал, с 1959-го. Там находятся две сцены, основная и под куполом, ну, и демонстрируются более 30 спектаклей. Так что театр можно сходить, но это уж на любителя. У нас театралов не так много, где-то около 1% по статистике, да, ну, если так правильно понимать статистику, если верить, да. Вот, ну, а для остальных можно пулять, собственно говоря, по этому саду. Ну, что я хочу сказать. Значит, улицы, в принципе, интересные, дома достаточно интересные истории, особенно, сходя из некоторых старых домов, хотя не так много. Но дело в том, что для прогулок улицы некомфортно. Очень много машин, очень шумно и очень много людей. Вот, хотя тротуары расширили, там, претеконструкция садового кольца и все. Ну, опять же, плитка, это все понятно. Сделали там эти катки с этими крупномерами, понятно. Но все-таки и шумновато, и тесновато. И это же относится и к саду. Сад очень маленький и очень тесный. Вот, то есть там, как правило, всегда много народу сидят и ходят, и тяжеловато. То есть, конечно, если приходить, то лучше всего приходить, когда или прохладно уже, не так много народу, или там, в будние дни хотя бы, когда все-таки не так много народу. А так, конечно, ну, не очень комфортно. Просто воздуха не хватает. Ну, а так, конечно, в плане, так сказать, изучения истории улицы, в плане эстетики, да. Ну, да, здесь, конечно, очень легко. Много интересных зданий, знаменитых и так далее. В домах жило много знаменитых людей. Так что, в любом случае, приятных прогулок и до новых встреч на улице Московской.